Ежегодный открытый конкурс молодых специалистов, который проводит компания «Газпромдобыча Ямбург» совместно с дочерними предприятиями ПАО «Газпром» вновь собрал в новом Уренгое талантливых студентов последних курсов и молодых специалистов с дипломами нефтегазодобывающего профиля. Победителям программы «Успешный старт» гарантировано трудоустройство в одной из компаний «Газпромдобыча Ямбург», «Газпромдобыча Уренгой», «Газпромдобыча Надым», «Газпромпереработка» или «Севернефтегазпром». Конкурс помогает нам найти молодых, перспективных, инициативных ребят, обладающих нестандартным мышлением и которые способны найти решения из поставленных задач, сложенных, быстро и правильно. В 2022 году попасть в команду «Газпрома» заявился 151 претендент. Это больше, чем в период пандемии. В очный этап прошли 134 конкурсанта со всей страны. Я приехал из Москвы, чтобы поучаствовать в конкурсе. Желательно, конечно, победить. Конкурс проводится по востребованным для «Газпрома» направлениям. Газодобыча, механика, энергетика, химия, автомобильное хозяйство, геология. В этом году список пополнился дизайном и управлением персоналом. Хотелось бы работать либо инженером-технологом, либо инженером, связанным с трубопроводным транспортом, либо с какими-то компрессорными цехами. На втором этапе комиссия оценивает интеллект молодых специалистов. Их профессиональные знания, способности в аналитике, умение работать в команде, инициативность и прочие компетенции, которые работодатель мечты для миллионов выпускников желает видеть в своих сотрудниках. Участники получили групповые задания на выполнение 20 минут, затем защита проектов. Нефть с кустов скважин приходит на групповые замерные установки и затем на установку предварительного сброса воды, где происходит первая ступень очистки, то есть предварительно сепарируется, а основной объем воды примерно до 10% сбрасывается и уходит дальше на дожимную насосную станцию. Групповое задание оказалось одним из более-менее сложных, потому что работа будет зависеть не только от себя, а уже от нескольких людей. Поэтому надо брать все в свои руки и правильно руководить. Я считаю, что я себя проявил в роли руководителя в большей степени. После командных испытаний каждый участник смог лично пообщаться с экспертами, которые оценивали молодых специалистов. С 2007 года в конкурсе приняли участие более 4 тысяч человек, как из России, так и из стран ближнего зарубежья. Получили работу в дочерних обществах по ОГАЗПРОМ 558 победителей успешного старта.